Доброе утро, девочки мои! Какое замечательное утро сегодня! Следующий день после дня рождения. Люблю следующий день после дня рождения. А птички сегодня поют, классно. На улице еще прохладно, плюс семь, но солнечно. Я смотрю, небо вот здесь вот голубое, а там какая-то дымка, то ли туман, непонятно что-то. Что-то город в дымке. Но птички поют, и это радует меня. Классно. А еще я люблю следующий день после дня рождения, когда утром просыпаешься, а у тебя цветы тут стоят. Красивые такие, классные. Надо еще один цветочек забрать у дочки. Не знаю, либо сын привезет, а может быть раньше и я даже туда заскочу, заберу. Посмотрим по времени, как будет. Сегодня суббота, я жду Настю. Скоро придет. А я, девочки, сегодня выспалась. Успела уже видео вам смонтировать с днем рождения. Сейчас поставила его на вывод, мой день рождения. Вот, забыла я вам там, я там вроде сказала, но что-то видно это я снять как-то забыла. Меня там снимали, и Кристинка снимала, брала мой телефон. И в общем там, я забывала про телефон иногда, что-то там вот закрутилось, замоталось. Вот, ну в общем, что снято, то снято. Но девчата и дочка, и Кристинка, они еще там тоже на свои камеры снимали день рождения. Поэтому что-то я не сняла, они там сняли. Мне вот тоже интересно посмотреть, что же они там наснимали. У них там, может быть, даже больше наснято, чем у меня. Поэтому я ссылочку под этим видео, которое сейчас выводится под днем рождения, я ссылочку оставлю на канал дочки и на канал Кристинки. Ну, для тех, кто не знает их канала. Если будет интересно, заходите и посмотрите, что там, день рождения, как оно прошло. Вот не только у меня, более обширно. И потом же я ушла раньше, они там все еще остались. Может быть, они там еще что-то поснимали. В общем, мне само любопытно, я сама с удовольствием посмотрю видео и Кристинки, и дочки. Вот, все, настроение у меня сегодня классное. Вообще, я обалдю. Все-таки, знаете, день рождения, обычно такой суетной день, готовишься там к гостям, что-то там надо это, надо то, какая-то вот круговерть. А вот на следующий день, когда утром просыпаешься, уже, как говорится, все позади, все это уже свершилось. И уже смотришь на эти цветочки, уже вот кайфуешь, отдыхаешь, все. Но сегодня суббота, сегодня Настюлька придет. Мне надо будет на тренировку ее отвезти. У нее тренировка сегодня попозже начинается, поэтому она у меня пробудет где-то, ну, в час тренировка, до полпера. В общем, часа два с половиной, по крайней мере, она у меня будет. Чем мы будем заниматься? Я не знаю. Посмотрим. Ничего особенного не будем делать. Будем отдыхать. Я сейчас хочу поставить картошечку, сварить. А остальное у меня там есть, что покушать. Надо будет нам пообедать с ней вместе. Вот. Так что вот так вот, девочки, кайфую. Хочу вам сказать, что день рождения все-таки я отметила так, как я и задумала. Так, как я хотела. Вот именно так и хотела. Вот чтобы была небольшая компания, вот самые родные и близкие. И скромный стол, без всяких заморочек. А что на столе самое главное? Я вчера вот даже говорю, Кристина, вот посмотри. Вот самое главное на столе есть. Это что? Картошка, мясо, оливье, немножко колбаски с сыром и немножко помидорчики, огурчики, овощи. Что еще нужно? Остальное все, по-моему, уже излишества какие-то. Вот. И компотик. Всем понравился. В общем, всем понравилось, как я приготовила. Прям я такая даже не знала. Все вкусно. И детям даже понравилось. Дети с удовольствием все это поели. И салатик, и все. Вот. Ладно, девчата, буду сейчас чистить картошку. И уже скоро Настя подойдет. Уже вот-вот. Все, Настюля приехала. Сын привез Настю и привез цветочек. Ой, какой большой, красивый цветок. Девочки, какая богатая на цветы. Ой, прямо счастье у меня. Галерея. Я рада. Прямо тут, прямо магазин цветов. Да. Как это красиво. Либо коллекция. Как это красиво все смотрится. Прелесть. Надо еще почитать, как ухаживать за этим цветком. Красивенький такой. Вот, девочки, переставила я цветочки. Смотрите, как красиво смотрится. Настя, как ты говоришь? Цветочный магазин, либо цветочная долина. Галерея. Ну, галерея, цветочная долина. Либо цветочная, как? Коллекция. Коллекция. Цветочная коллекция. В общем, красиво, да. В общем. Вот такой красивый уголок. И смотрите. Вот дом будет пахом. Но когда человек будет вот здесь сидеть, ему точно будет пахом. Но вот этот не будет пахом. Но он самый красивый. Он пахнет чуть-чуточку. Ясно. Когда человек вот так сидит, ему немножко пахнет. Когда человек посерединке, ему так себе пахнет. Ну, а если вот так, то... Так. Так. Ой, ты так хорошо смотришься на фоне цветочков. Прямо молодец. Классно. Ну, все. Снимай светерок. Всем еще раз привет. И я сегодня вам расскажу, как я где-то позавчера, либо... Уже не помню. Было это только что. Ну, то есть не только что. Недавно это было. Вот недавно я рассказывала большой стих. Он там было всего... Там три листика. Один... Один, два... И третий он маленький. Он очень маленький. То есть этот стих, он про войну. Он не такой забавный, веселый. Он такой... Он очень... Очень нежный. Очень нежный, очень... Ну, то есть он... Он о войне. О войне, как сын, пошел на войну. А мама искала сына. Но спустя годы привезли... Ну, как сказать... Привезли фильм... Прислали фильм. На старой пленке показывали фильм. Кино, то есть. И мать узнала своего сына. И закричала. Алексей Алешенька. Ну, потому что сын был Леша. Когда она это закричала, она всем показывала, чтобы кто-то заново показал его сына. Но он рванулся из траншеи в бой. И мама... Встала мать прикрыть его собой. Она встала. Ну, то есть она... Не прям, что прям... Вот где сын сзади, она встала. Извините, сучка. Вот. Она... Она... Прикрыла его. Прикрыла. То есть на пеленке был сын. На пеленке. Представьте, что это пеленка. А я... Мама. И вот... Вот эта пеленка... Я вот так прикрываю сына. Ну, и вот. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялось. Вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. Мчался сын вперед. Значит, он прям бежал. Алексей, кричали земляки. Алексей просили. Да беги! Да беги! Если было да беги... Значит, он медленно бежал. И вот. Он бежал. И вот там было да беги. Значит, нужно ему быстро бежать. Он так сделал. Он побежал быстро. Потом... Сейчас вспомню, что дальше. Алексей, кричали земляки. Алексей просили. Да беги! Потом... Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать, а сын не повторить. Просит мать, а сын не повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. И опять она начинает. Алексей, Алёшенька, сынок. Когда она это говорит, она прям с душой это говорит. Она не говорит, она кричит. И вот. Словно сын её услышать мог. Дома всё и чудилось кино. Всё ждала вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины Постучится сын её с войны. И это конец. А ещё, когда меня... Когда меня сняли, я... Мне Елена Михайловна сказала, что я молодец, я всё выдала из себя. А у нас ещё были конкурсы. Я была воспитателем, рассказывала сказку. Сказка «У страха глаза велики». Эта сказка довольно-таки забавная. И герои там бабушка, внучка, мышка и курочка. Они шли с вёдрами большими за водой. Бабушка из речки, внучка из колодца, курочка из лужи, А мышка из... Знаете, свинью? Она, то есть, когда наступает, там вода. И вот мышка оттуда наливала воду. И пошли они домой. А там была яблонька. Решили они через огород пройти. А там была яблонька. И там зайчик сидел под яблонькой. А потом ветер сдул дерево. Вот дерево. Сдул дерево. И дерево, бах, яблочко упало. И зайчик испугался. И напрыгнул на наших хозяюшек. Напрыгнул на них. А хозяюшки испугались и побежали домой. И когда они побежали, они... Потом они прибежали домой. И... Бабушка сказала, Ой, меня чуть медведь не... А, так, стоп. Меня чуть медведь там не спал, не съел. Внучка. Меня чуть волк не съел. Курочка. А там лиса какая страшная. А мышка из-под печки пипикает. А какой же страшный там кот был. Ну и правильно говорят. У страха глаза велики. Вот такая сказка. Это мой кот. Я положила... Получила второе место. Второе место. Ну, у меня есть еще Ярик Кашмелюк. И он... Он, знаете что? Он... То есть там... У него есть белая майка. И он лепит всякие штуки. Ну, там наклеечки какие-нибудь красивые. Что-то такое. И вот. И он это клеит. Клеит. Ему... И ему за это дали... Первое место. У меня второе. У кого-то там третье. Ну и так далее. Ну... На этом все. Дальше, если что-нибудь придумаю, расскажу. Молодец. Все, мы с Настюлей садимся обедать. А на обед у нас пюре с мясом. Оливьешечка. Да. Да. Свежий огурчик еще хочешь? Ну все, кушай. Что тут Настя нарисовала? Она нарисовала цветочки. Вот этот цветочек, который... Который сын подарил. И вот эти вот коричневые вот эти вот еще штучки, да? Молодец. Молодец. Можно листиков, Настя, побольше еще сделать. Мы, девочки, вышли, идем на тренировку. Настя тут по дороге рассказывает... Ну, она охарактеризовала своих подружек там. Иди, Настя, вот так вот, чтобы я тебе могла... Снимай. Вот. А я говорю, Настя, ну, охарактеризуй себя. Какая ты? Что ты можешь про себя сказать? Давай сюда идти. Я... Мне кажется, что я... Иногда я вообще так, что Оля, она всегда обзывает меня плакать. Про себя расскажи. Ну, про себя. Хорошо, про себя. Что ты думаешь о себе? Я думаю, что я... Ну, немного иногда бываю вредной, бываю ругательной, бываю на Владу, на Владу обязательно всегда ру. Вот. Мне кажется, что я... У меня, кстати, каждый раз, когда я что-то делаю, у меня просыпается дух. То есть у меня... несколько духов. Они в разных яичках. ой, что-то ты в дебри зашла. Слушай, ты давай лучше, знаешь, вот скажи, что в тебе нравится, самой себе, а что в тебе не нравится. Ну, мне больше не нравится, или с чего начать, бабушка? А? С чего начать? Что тебе не нравится? Хорошо. Что мне не нравится? Себе. Ага. Мне не нравится, что я обижаю маму. Маму обижаешь? Да. Это первое. А как ты собираешься это исправить? Ну, я хочу, когда немножко подрасти, я буду... А! Я хочу немного подрасти и хочу что-нибудь понять такого и быть хорошей девочкой, а не плохой девочкой. Хочешь маму не обижать, да? Да. Хорошо. А еще что в тебе самой себе не нравится? Мне вообще в самой себе не нравится, это то, сколько у меня духов. Духи у меня очень-очень такие, все такие. Дух? У меня духи. Да? Ну, так что-то можно это исправить? Да, можно их исправить, только если я буду слушать маму, либо папу, либо всю семью буду слушаться и все духи мои плохие испарятся, и я буду жить в хорошей семье и все будет хорошо. В общем, короче говоря, все поправимо, да? Да. Все можно исправить и все будет хорошо. Ты будешь сильная, будешь спортом заниматься, будешь сильная, да? Да. И сильный дух у тебя будет, спортивный такой, сильный дух. Да. Все, будем надеяться, что все у тебя так и будет, как ты хочешь. А еще самое мое хорошее, это я хочу, чтобы всегда, то есть самое хорошее, что я думаю, это когда мы с семьей вместе, и, то есть, когда мы с семьей вместе, тогда мы, мы с семьей вместе. И знаете, что? Когда мы с семьей вместе... Все. Настюшка, давай обращайся с девочками, пойдем на тренировку. Всем пока-пока. Тренировка 3 часа, и я пошу. Ну, а я продолжу позже, девочки. Побежали мы уже. Все, девочки, Настю отвезла на тренировку, приехала. Сейчас хочу в магазин зайти. Так. Посмотрим, что тут. Что тут изменилось, не изменилось новенького. Так, ну, я по ценам. Ну, цены, конечно, да, растут. Никуда не денешься. Ладно. Я, в общем-то, хлеба хочу купить. Хлеба, огурчики. Сейчас посмотрим, что тут с картошкой. Надо картошку поглядывать. Оно бывает не нужна, а бывает лежит. Такая классная. Так, обычная картошка 43 рубля. Выгодно. А еще какая картошка есть, интересно. Ранний картофель 89 по акции. Ну, тут мало ее. Правда, выбрать можно что-то. Капуста 89 рублей. Лук 32 рубля. Все-таки вот на чуть-чуть, на чуть-чуть, но дорожает. О, фасованный картофель 51 рубль. Вот эта картошка неплохая. Правда, тут мелкая много, но она хорошая. Надо сеточку взять вот такую. Вот, соль каменная появилась. Ну, а сахар, видимо, разобрали, я смотрю. Так, сахар стоит у нас килограмм 81,99, а соль вот такая простая, обычная, 9 рублей 99, ну, 10 рублей килограмм. Ну, вот соль появилась, скоро сахар появится. Просто, когда его перестанут разбирать, появится. Доброе утро, девочки мои. Что у нас сегодня за день? Что за погода? На улице плюс 5 градусов. Дождь идет, очень сильный ветер, 8-12 метров в секунду, порывы до 18. Сейчас немножко он поутих, дождь, а утром он как лупанул, да такие были порывы, что я же боялась опять, что вот эта ветка мне в окно прям. Ну, очень пасмурно как-то, прям темно, серо, в общем. Такая погода, вообще, она никак мне ничего не шепчет, кроме как залезть под одеяло и не вылазить. Видите, какая погода? И в комнате как-то прохладно. Я вот с одеяла, из-под одеяла вылезла, кофе попила и обратно ныть под одеяло. Лежу, смотрю ютубчик, смотрю там ролики один за другим, ну, много чего интересного, познавательного и развлекательного. Вот. Я, а я вчера, знаете, пришла с магазина, не стала снимать, что я купила, потому что ничего такого не покупала, просто пошла за хлебом и заодно там прихватила немножко овощей чуть-чуть и все. Пришла, думаю, надо же немножко отдохнуть, полежать. Прилегла, почитала там комментарии и думаю, я все-таки это поводу встала. Неделя была у меня очень насыщенная, потому что я, у меня неделя началась с того, что там и стрижка, и бровки, и в салон надо идти, и готовить надо, и продукты покупать. И, в общем, каждый день у меня был занят, при том, что я там что-то еще снимала, что-то еще монтировала. В общем, короче говоря, неделя у меня была насыщенная. И, в общем, вчера уже Настю вот я отвела на тренировку, как говорится, управилась всеми делами и решила отдохнуть. А сегодня вот еще и погода такая, что она мне шепчет, ничего не надо делать, у тебя сегодня выходной. Я даже снимать сегодня не хотела уже, но думаю, влог-то надо закончить и надо уже его смонтировать. Но этот влог у меня получается Настюхин в основном. Она там много чего рассказывала. Кстати говоря, пока она вчера сидела за столом и рассказывала вам, там она какое-то стихотворение рассказывала и что-то там рассуждала, да, я в этот момент просто была занята и я буквально там мельком что-то слышала. Я даже не знаю, что она там нарассказывала. Сейчас сяду монтировать и потом, не знаю, что-то там оставить, а может быть, что-то надо будет вырезать и без понятия, что она вам там нарассказывала. Вот. Ну, короче говоря, девочки, сегодня готовить ничего не буду, потому что у меня есть еще что покушать. В общем, я сегодня, у меня сегодня день лентяя, объявляю я себе такой вот отдых. Вот. Так что сегодня, ну, вот это вот видео, может быть, смонтирую там попозже, когда оно у меня обработается. Ну, а так хочу сегодня, в общем-то, отдохнуть, поваляться, сил набраться и уже завтра с новыми силами начнется день. Завтра тоже еще будет пасмурно, но уже с прояснениями. А после завтра уже начнется тепло, 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 и у нас к четвергу до 21 градуса тепла уже будет. Ох, класс! Прямо будет лето. Ну, у нас уже, вот, начиная со вторника, да, вторник уже будет, наверное, плюс 15 сразу, завтра еще плюс 6, а вторник уже плюс 15 сразу, и потом пойдет, пойдет, плюс 17, плюс 21, класс! Погодка солнечная, будет тепло, в общем, будем, ну, подождать осталось недолго, в общем, я думаю, что это уже последние такие прохладные деньки уже остались, и потом уже прямо вот апрель уже так расцветет пышным цветом наша весна, которую мы давно все ждем, холода уже как бы такие уйдут позади, будут позади. Все, мои хорошие, я хочу на этом с вами попрощаться, видео это закончить, и уже обработать, его смонтировать, и чтобы вы его скорее у меня увидели. Напоминаю всем, что ссылочки на мои новые каналы, они внизу, кстати говоря, там каналы я открыла, но пока что там еще у меня не загружены видео, ни старые, ни новые, на некоторых нету, потому что я написала письмо в Рутюб, написала в Яндекс.Зен, чтобы там мне автоматически видео мои переложили с Ютуба туда. Но пока что жду ответ, но буквально на днях, я думаю, уже все это будет определено, либо они мне ответят, автоматически будут перекладывать, либо я буду вручную что-то там уже выборочно что-то буду выкладывать. Вот, так что, девочки, все равно подписывайтесь на мои новые платформы ВКонтакте, Яндекс.Зен, Рутюб, это на тот случай, если вдруг в любой момент могут закрыть Ютуб. Мы не знаем когда, но как бы предпосылки к этому уже есть, но посмотрим, что будет дальше. В общем, не отчаиваюсь я. Я думаю, что все наладится, ну, как говорится, Москва не сразу строилась, да, все будет хорошо в итоге, просто немножко нам нужно будет чуть-чуть перестроиться. Посмотрела я, кстати, видео сейчас только что влог Дочкин, где там вот день рождения она снимала и после дня рождения она говорит, ей понравилось, что она, вот, обычно мы после вот гостей мы уставшие, да, там, и у меня такое ощущение, и у нее тоже ощущение, что вот после этого дня рождения как будто отдохнувшая, потому что я вот как и хотела, чтобы просто встретиться с детьми, просто вот, ну, семья моя, я и мои дети, ну, и внуки, соответственно, там, ну, Кристина, она просто, она как бы уже давно как член семьи, потому что я ее знаю вообще с пеленок, так что она так получилось в течение обстоятельств, что она в этот день нашла время приехать, она долго собиралась к дочке, вот она приехала, при том, что мы там блогерские свои как бы дела порешали, вот, ну, и, в общем, в узком кругу отметили мы день рождения, расслабленно, без напряга, просто поужинали, тортик покушали, пообщались с удовольствием, все тихо, спокойно, в общем, мне день рождения понравилось, я довольна. И еще хочу сказать, девочки, всем большое спасибо, всем, кто написал мне поздравления в комментариях, я все почитала, отвечать на все, конечно, не могу, на это долго, много времени, но я всем сердечки поставила, это значит, прочитано, одобрено, поэтому я сейчас хочу сказать, что я всех благодарю, всем спасибо за комментарии, и еще я зашла на Дочкин канал и почитала там комментарии, и там тоже кое-кто меня тоже поздравлял с днем рождения, поэтому я все это прочитала, и мне очень приятно, и всем большое спасибо, что обо мне, помните, беспокойтесь, и не забывайте, ну а на этом я с вами прощаюсь, пишите комментарии, добрые, хорошие, вам всего хорошего, тоже желаю, всем пока-пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok